Коллеги, добрый день! Давайте познакомимся. Я Целиков Илья и делаю продукт облачного гейминга в компании МТС. И хотелось бы начать с маленькой предыстории. Предыстория на самом деле такая. Хотелось бы смотреть на то, как меняется наш мир в целом. Если посмотреть на наблюдение некоторых философов, то общество, которое было самым большим в 20 веке, это общество потребления. И каким образом люди друг с другом вообще могли общаться, это вопрос, у кого сколько было материальных ценностей. У кого была какая-то квартира, автомобиль и т.д. Но общество потребления уходит на второй план. Россия немножко отстает от всемирного прогресса, но тем не менее мы тоже догоняем этот вопрос. И общество потребления меняет общество впечатлений. Теперь не так важно на том, что у тебя есть, какие есть миральные ценности, а важно, как ты живешь свою жизнь, насколько ярко, интересно и т.д. И, конечно же, неотъемлемой частью впечатлений становится экономика шеринга. Это возможность использовать какой-то дорогой предмет или недорогой, или сложно получаемый. Возможность его взять в аренду ровно на столько времени, насколько тебе нужно, чтобы получить эту эмоцию. И мы делаем продукт в области экономики шеринга. С чего он начался? Я был генеральным директором компании Ticketland, но по вечерам люблю немножко программировать. И сделал маленький прототипчик, который позволял доставлять картинку с одного компьютера на другой, с ультранизкой задержкой. Ультранизкая задержка – это то, что незаметно взгляду. И показал это в компании MTS. Говорю, ребята, так и так, есть такой продукт, почему бы не попробовать. Сразу он не вызывал своего не менее. Года через три пришел хайп облачного гейминга, рынок начал форматироваться, все захотели получить его кусок, и поступило предложение. Слушай, у тебя же есть технология, давай попробуем. И, соответственно, в конце 2021 года было одно добро, мы начали набирать команду и довольно быстро сделали первый продукт, который вы все можете воспользоваться MTS Remote Play. Это штука, которую вы ставите на свой комп, и она доставляет картинку до вашего устройства. Словно, если у вас дома остался игровой комп, а здесь Wi-Fi тянет, то вы можете на своем Mac или телефоне играть в свой комп, который стоит у вас дома. Абсолютно бесплатный продукт. В конце прошлого года мы запустили платформу MTS Remote Play. Это платформа, на которой одни пользователи мерчантов, у которых есть мощные компы, сдают свой комп вместе с играми, а те, кто хотят играть, играют на них. Мы же получаем только комиссию, представляем только технологию. Притом, если вы владелец хорошего компа, то вы можете сами выставлять цены на то, сколько стоит час вашей игры, и сами определяете, какие игры на этой платформе есть. И хотелось бы поделиться набором фич, потому что я не совсем тривиально подхожу к аджайлу, хотя я проповедую эту историю, наверное, у меня есть пара сертификатов в этом направлении, но смотрю на формирование продуктовых команд немножко иначе. Первый, у меня совсем небольшая команда, и в рамках MTS всего 13 человек, и мы делаем продукты, делаем довольно быстро. Первое, что хотелось бы отметить, это то, как я набираю людей. Первая история, это личные собеседования, мне кажется, это очень важный вопрос. Второе, это очень высокие компетенции. В команду заходят только те ребята, которые в тех или иных направлениях сильнее, чем все представители команды. То есть, когда мы получаем импакт компетенции. Поэтому у меня всего пять разработчиков, но они очень крутые, и на пять разработчиков у нас есть целых три менеджера, и нам довольно сложно загрузить их качественно в юзер-сторе и объяснить о том, как нужно и куда нужно развивать продукт. Продукт развивается довольно быстро. Вторая история. Я считаю, что ни аналитик, ни продукт, ни кто-либо другой не может однозначно сказать, как правильно делать ту или иную сдачу, если ты не покопаешься в коде, в сотниках на гите, и не посмотришь, как конкретно решается эта фича, какие есть варианты ее решения, и как ее можно решить наиболее изящно. Поэтому зачастую перед тем, как взять любую сдачу, мы ее исследуем, и на исследование зачастую тратим больше времени, чем на само написание кода. Делаем это всей командой. Третья история. Интересный у нас agile. Мы делаем два стендапа в день. Наверное, потому что сильные ребята. У нас стендапа в 10 утра и в 2 часа дня. И так бывает, что с 10 до 2, из 2 до 10 уже какие-то фичи поставляются, тестируются, выкатываются в прод. Если мы понимаем, все протестировали, она идет. То есть у нас нет никаких ограничений, никаких недельных спринтов, какой-то еще истории. Это такой какой-то протокомбан. То есть мы просто берем следующую задачу, которая пришла. И я бы сказал, что это позволяет нам бежать довольно быстро. Но опять же, это вопрос то, как вы формируете свою команду. У нас нет нерешаемых задач. Почему мы делаем штуку, которую никто раньше в России не делал? В таком виде, как есть, второй продукт не существует. Похожие технологии есть. Есть технологии NVIDIA, есть что-то ОМД, есть ребята из Bass Boosted, которые сделали. В России есть пара представителей, которые работают на профессиональном железе NVIDIA. Но на обычных компах пользователей таких решений нет. Поэтому мы каждый раз берем ту задачу, которую никто никогда не делал. Очень интересно, можно ли ее сделать вообще. И как мы делаем? Один разработчик берет задачу, исследует. Наверное, у него самые высокие компетенции в направлении. Исследует, смотрит, какие есть варианты, разбирается, пытается ее решить. Не получается, ничего страшного, добавляем ресурсов. Если задача критично важна и нужна в любом случае, вся команда может заниматься этой задачей. И продукты, и все остальные все вместе разбираться до того момента, в какой задачу не завалим. Это очень интересный уступ. Навалились всей толпой. Зачастую очень хорошо работает. Опять же, практика показывает, что не существует нерешаемых задач. Выбираем бюрократию и получаем довольно быструю скорость решения этой истории. И, конечно же, мы хорошо собираем обратную связь, о чем я расскажу немножко больше. Хотелось бы отдельно рассказать о том, как мы действуем внутри большого хаоса. Представьте себе, разные компы, у них разные конфигурации, разные процессоры, ее карты, разные конституции, бюро, тела, памяти, железо, разные игры, и каждый раз это страшный зоопарк. И более того, в этом во всем мире нам нужно жить с безопасностью и конденсиальностью данных наших пользователей. И хотелось бы рассказать несколько лайфхаков. Первая история, когда мы запускались, мы взяли компьютерные клубы и сказали, мы вообще не знаем, как нас ломать, может, мы ломаемся, давайте переложим эту ответственность на кого-то еще. Условно, изначально мы заплатили денег и сказали, ребята, давайте будут ломать вас. И с этого мы стартанули и получили довольно много первой связи о том, как обычно ломают, потому что, конечно же, есть интересные пользователи, которым интересно, что за новая технология, продукт, могу ли я запустить майнер или получить бесплатное время или что-то еще. Конечно же, тем более мы работаем с играми где-то, школьники, это суперинтересная история. И первая история, это тестирование на небольшой части или на безопасной, заведомо для пользователей части устройств. Вторая история, это хорошее тестирование. На тестирование мы тратим довольно много ресурсов, то есть команда тестирования очень близка к команде разработки для того, чтобы понимать, что у нас происходит. И третья история, мы периодически заказываем ред-тесты, когда профессиональные хакеры пытаются нас сломать. Платим деньги, смотрим, собираем обратную связь и понимаем о том, что там та конфигурация, которая сегодня, она подвержена уязвимостям или нет. Ну, пока еще не ломают, но очень интересная задача, в которую, скажем так, очень интересно не сформулироваться. И вернемся обратно к слайду о том, что такое коммуникация с пользователем. Мы тоже немножко своеобразно к ней подошли, потому что у нас молодой продукт. Если бы было понятно, на кого смотреть, наверное, мы бы там взяли очень много. Но у нас мы новые в нише, таких, как мы, нет. Поэтому обратная связь с пользователем, насколько мы хороши, самое важное. И у нас есть набор инструментов, которыми хотелось поделиться. Первый инструмент – это публичный бэклог. Если вы вдруг играете на фокплей, вы можете зайти, добавить свою собственную идею, сказать о том, что лучше. А пользователи могут понять, куда развивается платформа и какие следующие задачи мы делаем. Этот бэклог мы ведем не то, что для себя, а мы делаем для пользователей, потому что вместе с ними развиваемся. Так бывает, что какой-то фичи нет, нам всем нужна, все видят, да, она важна, мы ей занимаемся. А если чего-то мы не заметили или не смогли проанализировать, не собравливаясь обратную связь, пожалуйста. Следующий вопрос – это, конечно же, оценки. У нас много-много разных мест, где можно оставить оценки, которые не мешают основному пользователям пути. Как только путь закончился, мы сразу говорим, насколько тебе понравилось, скажи нам, пожалуйста, без твоей обратной связи нам сложно разрабатывать хороший продукт. И третья история, которая сопровождалась довольно интересной – это самоорганизовавшаяся комьюнити тех пользователей, кто сдает компы. Они собрались сами, сделали свою группу. Мы ее нашли в телеге через две недели после того, как запустили продукт. Просто в нее зашли. И это интересно, потому что если бы мы были владельцами группы, то неудобных пользователей мы бы что? Банили. Ну, это нормальная история. Но суперсложный, интересный, большой вызов – работать в тот момент, когда ты не можешь забанить. Ты точно такой же участник комьюнити, и тебе приходится по-настоящему работать. И мне кажется, когда даже какие-то вопросы тебя пробивают, то есть есть очень часто обращения, сдачи, которые тебя пробивают внутри, добивают прямо до твоей сути. Скорее всего, именно они позволяют расти вперед, потому что ты их должен или правильно обработать, у тебя должна быть сильная позиция, или все-таки, наверное, там есть проблемы, и на них нужно подумать и хорошо отработать. Если посмотреть, то мы отработали больше 12 тысяч обращений наших пользователей. Делаем каждую неделю. У нас есть топ того, с чем обращаются пользователи. Каждый раз мы делаем нашу оценочку немножко лучше. Что, от чего мы добыли? Да и запустились 2 декабря. Прошло чуть больше полугода. Мы не делали большого маркетинга. У нас больше 100 тысяч пользователей, и довольно быстро растем. У нас больше 4,5 тысяч пользователей играет каждый день. И конверсии из поисковых систем, что самое интересное, у нас 38%. То есть почти каждый четвертый из десяти платит нам деньги. Если посмотреть на компы, то нам добавили пользователи свои компы в управление, отдали нам в аренду больше 4 тысяч компов, и все игры, которые самые популярные, у нас тоже есть. И если бы кто-то из вас хотел сдать свой комп, вы могли бы зарабатывать в неделю от 2 до 3,5 тысяч рублей. Что на самом деле достаточно неплохой доход на один комп. Для того, чтобы проще рассказать, как это работает, покажу простой пользовательский путь и прошу запустить видео, как работает наша платформа. Мне кажется, проще показать, чем об этом дольше рассказывать. Коллеги, спасибо большое. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Очень интересный, такой теплый, классный. Скажи, что для вас сейчас более челленджово растить? Ну, B2C клиентов, которые играют, или мерчантов, как я правильно понимаю, ну, B2B части. Довольно интересный вопрос. И то, и другое растить сложно. Я бы сказал, очень хорошо сравнивать эту задачу с управлением автомобилей, с ручной коробкой передач. Волнами идет история. Ты получаешь новых клиентов, заработок мерчантов растет. Ты понимаешь, что компы начинают заканчиваться в прайм-тайм. В этот момент нужны новые мерчанты. Боюсь, что… То есть это… Отдельно эти проблемы не решаются. Их обязательно нужно решать синхронно и поступательно волнами. Илья, спасибо большое за доклад. Вопрос про бэклог, который на сайте. Он интегрирован с вашими внутренними системами, с вашим бэклогом? Или вы туда выводите уже то, что выпустили, или что-то оттуда забираете? Как работаете с этим? У нас два бэклога, конечно же. Первый бэклог наш внутренний, потому что там много технических задач, которые не нужны нашим пользователям. Но если мы понимаем, что та или иная проблема интересна большому числу пользователей, и более того, мы же собираем обратную связь, мы понимаем, кто первый об этом рассказал, мы берем его запрос, делаем его литературным, понятным, даем обратную связь, размещаем на сайте о том, что именно этот человек вложил частичку в развитие нашего продукта, а наш бэклог технически уже с нашими небольшими секретиками мы ведем у себя в джире. Правильно понимаешь, что вы указываете этого человека, он уже зарядан на платформе? Да. Все, понял. Спасибо. Спасибо. Да, Илья, спасибо большое. Очень интересно. У меня вопрос тоже был про бэклог, и мне очень интересно, как вы планируетесь. Я вот услышала, что иногда вся команда наваливается на какую-то задачу. А какие циклы планирования у вас в команде есть? Мы не планируем долгосрочно. Считаю это абсолютно странной историей. Любая задача, которая есть, она влияет на несколько показателей. Наверное, для нас самое главное, это деньги. То есть мы можем каждую сдачу и ее импакт, который она может принести, оценить в деньгах. Тем более я преподаю теорию управления рисками, поэтому проценты считаю довольно неплохо. И мы можем сказать, что есть задача, которая в теории может принести максимальный импакт нашему бизнесу. Значит, она важна, и в случае, если нам не хватает ресурса, мы все будем заниматься ей. Если эта сдача хотелось бы, но у нас нет посчитанного результата, мы не можем подтвердить ее цифрами, то мы можем ее просто не делать, да, она будет висеть, и даже в бэклоге, которую добавили пользователи, она может быть с низким приоритетом. Приятная штука, которую хотелось бы иметь, и даже ее, может быть, занес кто-то важный и уважаемый, но ее можно не делать, потому что импакта в бизнес нет. Еще вопрос. Ты очень тепло отзывался об оценках, об вашей системе оценок. Первый вопрос. Какие каналы основные оценок у вас есть? И второй вопрос. Проверяете ли их гипотезы? Является ли оценка одной из ключевых метрик в вашем большой части объема вашего бэклога? Например, какая? Какой канал? Да, разделю, наверное, на два вопроса. Первая история. Мы собираем в тех моментах, где у пользователя окончился сценарий. Если попробуешь пользоваться нашей платформой, то закончилась сессия, ты сказал, закончит сессию на компе, всплывет оценочка на компе. Если ты играл на телеке и нажимаешь на кнопочку «Завершить сессию на мобильнике», всплывет на мобильнике. Мы помимо просто оценочки добавляем обязательно про качество трансляции. Если ты поставишь низкую оценку и высокую оценку, там будет разный набор чекбоксов, то есть что тебе именно не понравилось, чтобы собирать ее больше, вытягивать из нее глубже. Это первая история именно о сборе. Там, где она уже не помешает. Вторая история. В приоритизации оценка не влияет. И все АБ-тесты, которые мы проводим, смотрим только на импакт финансовый. То есть это прямые показатели и, конечно же, деньги. Потому что все прекрасно, но я думаю, что все продукты созданы для того, чтобы зарабатывать деньги, если не сказано напрямую иного. А есть ли планы все-таки как-то попробовать связать оценку в каком-то канале в основном, с какой-то ключевой метрикой, например, финансовой, можно доказать это через АБ, оценка, это проксиметрика у вас. Я уверен, что они взаимосвязаны, но когда ты делаешь АБ-тест, что может произойти? Да, ты можешь понравиться немножко больше пользователю, но это может повлиять на финансы. Поэтому факультативно на эту цифру, конечно же, мы смотрим, чтобы она росла. Но в принятии решений она не может себя вести, наверное, другие способы ее достижения. Ты никогда не можешь ставить цель, но если тебе вдруг платят зарплату оценками, это круто. Я и так не могу, я больше люблю деньги. Добрый день. Можете поделиться, может быть, у вас есть аналитика. Мы сейчас запускаем MVP для детей. То есть мы хотим интегрироваться с онлайн-дневником, и чтобы родитель мог делать оценку, получается, примировать за пятерки, четверки, тройки детей. Вот кажется, что у вас очень похожая история. То есть, если, опять же, вы баунти внедрили, начисления какие-то, есть ли у вас какая-то дата, можно ли ей как-то воспользоваться, может быть, вы ее как-то перепродаете, обезличенные какие-то данные по геймерам, то есть какие-то игровые механики. Может быть, есть какой-то хаб, где это можно вытащить. Ну или просто в кулуарах пообщаться. Мне кажется, кулуар нужно пообщаться. Не до конца понимаю пока, как гейминг связан с оценками, потому что у нас, если посмотреть, конечно же, играют взрослые мужики. Даже за такие небольшие деньги, конечно же. Мужчины приходят домой и, конечно же, хотят поиграть. Есть дети, но это далеко не ключевая часть аудитории. То есть все те, кто играют, это те, кто играли 10 лет назад в Counter-Strike? Ни в коем случае. Если, наверное, гораздо лучше, если у меня был слайд по демографии, он бы гораздо больше рассказал. Я 88-го года рождения, и я самый большой представитель российского общества. То есть все годы, которые до этого, детей рождалось меньше, детей меньше. Просто мы самая большая группа, условно, 30-летние мужики, и, конечно же, мы делаем все больше, чем все остальные. А детей сейчас становится все меньше. Куда не деваться. Илья, что с другими платформами? Ну, понятное дело, комп. Что там с Sony? А, нет, Sony нет, к сожалению, нет. Здесь у нас, наверное, другое предположение. Всего 3-4 дня назад Netflix анонсировал о том, что они запускаются на своих телеках или на приставках приложения с управлением мобилой. Такое решение у нас уже есть. И у нас есть roadmap, как через пару месяцев запустить логичное решение. То есть мы отстаем. Netflix запустил это в бета-тесте в Канаде. То есть я думаю, что мы отстаем месяц на два от хай-энд клауд-гейминга истории мира. Ну, а не знаю, вот что там, Nintendo, Switch и все остальное. Можно виртуализировать эту историю, но если посмотреть на тот, опять же, вопрос, где брать канал. И, наверное, сейчас важная задача. У нас можно играть как? Ты можешь со своего мака или слабого компа играть на чьем-то мощном железе. Первая история. Вторая история. Этот паттерн, который вообще никто не понимает. На обычной приставке для телека, на которой стоит старый Android и 2 ГГц, тоже можно в нас играть, если к этому подключить джойстик за 2000 рублей. И ты можешь получать весь доступ к хай-энд контенту всего лишь за 5000 рублей с взятных с маркета или с шопа. Приставку, я правильно понимаю, можно фиксировать? Просто на Android-телевизоре. У нас в офисе стоят тестовые стенды. Это просто Android-телевизор за 35 тысяч рублей. На него ставится наше приложение. Это приложение умеет подключаться к удаленному компу мерчанта и показывать игру. Ты можешь играть в Cyberpunk на просто своем телевизоре и по Bluetooth-подключенном джойстике. Вообще ничего не нужно. И если посмотреть, то наша целевая аудитория не геймеры, не тот, кто уже потратил 300 тысяч рублей, и у него есть мощное железо, и, наверное, то качество, которое мы покажем, он скажет, нет, потому что я люблю 144 Гц и большой 4К-экран. А мы даем наше целевая аудитория не геймеры, когда мы можем дать тот продукт, которого там никогда не было. Мы создаем новый продукт, новую вселенную игр. А вы где-то рассказываете о вот этом способе? Мы сейчас его до конца тестируем и выйдем с большим маркетингом именно в этом направлении. Окей, спасибо большое. Хочу про виральность спросить. Растете ли вы вирально, если да или нет? И если да, если нет, то планируете ли? Может быть, с какой-то стороны, например, с одной, с B2C, может быть, B2B, а может, вообще перекрестно? Ну, то есть кто-то играл у вас, а потом тачку начинает задавать. Да, растем, да, растем вирально, но пока объемы не такие большие. И в чем, ну, то есть как это работает? Очень высокий уровень конверсии, и все-таки мы видим тех пользователей, которые прям игроки, то есть мы понимаем, что он зашел с хорошего железа и просто попробовал, что это происходит. И он рассказал, я попробовал, но они не начинают играть регулярно. И у нас сейчас следующая зона роста. из виральности тех, кто играет нерегулярно, перейти в виральность тех, кто играет регулярно. То есть да, оно растет, но условно, ты попробовал час, сказал, о, прикольная технология, но у тебя есть хороший игровой комп, потому что ты хотел поиграть в игру, и мы тебя так нашли. А, соответственно, сейчас вопрос, принести новый паттерн потребления игрового контента и его виралить. Спасибо большое. Давайте выберем победителя. Я выбрал уже. Можем еще одного. Еще одного? Конечно, у нас же вот еще есть. Давайте, конечно. Девушка, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.